так добрый день всем кто смотрит сейчас данную трансляцию сегодня у нас матч 4 тура групповой стадии турнира то есть проигравшие отправляется покидает в рамках сегодняшнего матча встретится сокол и андрей лантух сейчас чуть позже мы покажем какие будут классы и колоды пока что мы присоединяемся к матчу увидимся скал по мы сейчас увидим мирор магов да начнется играть будут выведены колоды на экран так это колода мага сокола а это маг андрея вот так вот если что-то плохо видно пожалуйста скажите все будет исправлен так непонятно пока работает ли трансляция или нет но ладно мы видим что достаточно пассивно начинают игроки первые три хода прошли сейчас только начинается борьба за стол 3 выставляет служителя боли которого забирает единая стрела достаточно много карт у обоих игроков особенно у андрея еще вот он раскапывает заклинания можно либо интеллект чародея забирать либо превращение под какой-нибудь особо противный таргет прошу прощение новый дом выставляется просто лакеями дива чтобы хоть что-то да все трансляция судя по всему работает это радует так играет забор андрей и выставляет песня корока чтобы затруднить около борьбу за стол к сожалению нет пока ни одного зрителя на трансляции но хотя бы для того чтобы сохранить этот матч это запись все равно будет полезно довольно интересная ситуация очень много различных способов заморозки сейчас у андрея есть также алекс разок который мы скорее всего увидим существ типа баронса курьера кабала нет борьба за стол довольно проблематично довольно интересную комбинацию интересный выбор и жрец когтя выбирает сокол хочешь хочешь еще лучше нас появился первый зритель что не может не радовать неплохой неплохое существо получает сокол в дополнительную карту может получить и немаловажная находка уже восьмой ход играется алекстраза и сокол остается с 15 хп видим что есть уже шесть еще шесть на следующий ход поэтому можно сказать в опасности сокол ищет хоть какой-нибудь отхил но отхила нет есть провокаторы есть урон свой собственный но нету брони довольно проблематичная ситуация играет провокатор но опять же они не очень полезны защищают от атаки существ но существ вообще нет у андрея и уже доводится хп до 7 и 7 это огненный шар плюс пинг поэтому большая проблема у сокола желательно найти какую-нибудь броню с чего угодно вероятно мы увидим книгу хотя вряд ли обезликий призыватель может спасти может уничтожить свое существо в данной ситуации это вряд ли то что сокол ищет попытку номер два спастись портал огненные пакстолы да мы видим что несмотря на то что поборолся за стол сокол и смогла даже занять семью существами ничего не может противопоставить андрею который еще и тогда криток быстро довольно завершается первая партия и мы знаем точно что андрею придется сменить колоду поэтому мы сейчас увидим пристах это довольно интересная сборка с медивом мы видим с нечто из янтаря поэтому довольно интересный матч но с другой стороны не факт что это колода супер сильная так что возможно мы и третьем партию стоим как сокол выбираем более более такую стабильную стабильную колоду воина от котором мы знаем что от нее ожидать другой стороны есть пара интересных решений такие как я вижу герой штурмграды еще упрямые брюхо ног это не часто его видишь такие колоды в квест воине будем смотреть смотреть как сыграют какие с одной стороны есть какие-то наклинания у андрея но они факт супер полезно данной ситуации можно конечно пробовать своего клирика чудной сверх корень с другой стороны это очень интересная карта то есть мы можно получить полезно карта так как наши игроки знают колоды друг друга вполне вероятно что андрей сверится просто со списком со списком карты и да естественно забирает себя уличную броненцу мы видим интересно что довольно такая довольно много таунтов руке у сокола за приходит прямо на ног которым можно будет забирать что-нибудь типа как раз бронницы и лиры интересно захочет ли сейчас играть искать новые таунты и бронница интересно но решает более липкое существо брать сокол еще и более тяжелое мы видим что уже три три таунта выставил за партию сокол есть еще такие в руке так что это воскреска проблем с другой стороны довольно опасное существо вот это 27 если его про бафать будет 214 потом 228 это вообще не очень приятно возможно есть смысл уже сейчас выставить плюхонога интересно конечно решение удариться не факт что она оптимальна но с другой стороны не очевидно что вообще сейчас можно было сделать так сначала почему-то увеличил здоровье потом отхилил довольно спорно решение до признаков мисплей андрей сам пишет что ошибся ну понятно дело сначала потом удваивать вот сейчас этот брюхоног не так не так хорошо смотрится конечно и можно сейчас забрать его либо зельем сначала естественно удариться чтобы из слизи 22 забрать по понятно так и сильный ход и более того вот и лица и броню довольно хорошая сборка приста конечно не супер мощно но когда получается бороться больше и больше дает возможности найти летал пульту сейчас мы увидим нечто из янтаря вероятно или лиру плюс божественный дух приходится соку выставлять просто героя чтобы что-то было мы стали сейчас возможно из нечто с чего-то с янтаря мы получим и мы получаем что-то крупное и это проблема эта проблема потому что существо 9 9 другой страны наконец-то убита броница судя по всему и уже есть сует-выполнен и либо герой штормграда бьется в древнего с вурдалаком а уже не бьется интересное решение забирать смоленого духа потому что сейчас есть 9 маны ой можно еще и пробовать героя как как будет играть мне кажется можно вурдалака потом выстрелить а если не заберется менять и желательно конечно лиру тоже забирать поэтому все зависит от того попадет обилка или нет а если не попадет то ли разобирается оружие я даже сначала наверно ударился так и поступает сок о отлично попал и теперь вы уже ица начинаются проблемы хотя хранитель медив может эти проблемы быстро решить что же за 2 мана идет не худшее существо у них вы далеко не худшее другое дело что весь за счет наверное доисторический дракон выглядит неплохо хотя решает как лица наверно сначала забирать ящера очень хорошо попал да играет максимально аккуратно или нет заберет хранители или нет так много опций сейчас у андрея конечно забирается словом тьмы боль защитник холмов что делать ящер и можно еще интересно существует да конечно это все очень здорово но этого недостаточно чтобы убить сокола и даже убить существо то есть убить провокатора он вероятно сможет но разобраться совсем или добить это проблематично начинается начинает копать свою колоду амбрей и вполне возможно можно уменьшить атаку конечно вот этому существу но этого не достаточно да жрец это не самый не самый стабильный кого-то жрец с другой стороны сейчас мы будем смотреть на интересного мага который не фриз а скорее какой-то спелл маг или даже темпу маг посмотрим как он будет справляться с данным жрецом так надо обновить счет здесь один счет становится короткое время тут же мы это все исправляем так интересно что находится андрей свой вторичный вин кондишен почему-то не сбрасывает лица хотя посмотрим насколько полезная карта будет тем временем у сокола по мне так шикарный опенинг две книги ученица чародея конечно есть тяжелые карты они что сейчас найдет радийский взрыв не самые полезные сквозь проведенная преграда это можно быть доволен таким исходом с другой стороны у андрея тут уже тоже все готово есть жрец есть ну жрец обжора жрец когти из кабала тоже есть и элиза тоже тут как тут и сейчас из-за этого секрета не факт что мы увидим существо ну типа шрица с монетки лица обжора потому что есть вероятность что этот секрет найден этот секрет найден с книги есть вероятность что это копируем скопирован андрей решает что вероятность такого исхода крайне мала а из-за этого жрец обжора погибает фаербол опять без стола остался убей и играется живет с когтя просто чтобы пробах существо выставить его пробах и наконец-то появляется тартольская стражница отличный таргет под жреца когтя плюс удвоение довольно предсказуемо собирается элементарь воды и чакается секрет хотя если бы если бы это было существо но если бы это был секрет на обращение в паре это было бы довольно неприятно о какой плохой какое что за три маны получает сокол со что же сейчас делать ну да надо прямо сейчас давить изо всех сил мы видим появляется что 18 18 на столе а соколу нечего ответить если в том что в прошлой партии было очень много опций постоянно приходили там зеркальные копии так далее то тут мы видим есть дамаг есть дамаг 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 дров а копий что-то как-то нет но они играются двойного объекта данной колоде сейчас мы увидим если вытащит это будет очень интересно и вытаскивает сокол как какой какой какое везение как шикарно с другой стороны мы знаем что зелье драконьего огня присутствует в колоде даже не потребовалось и существовало 18-18 счастливо избежав обращение в пар возможного выигрывает за два хода матч для андрея так мы отключаемся от данной партии счет становится 21 в пользу 3 и он выигрывает своим жрицом интереснейшую партию и мы переключаемся на табличку в которой мы сейчас увидим что мы обновим счет сокол проиграв свой третий матч покидает данный турнир так вот это поворот пишет нам сокол действительно очень неожиданно ну когда уже у жрица получается пробавить такое существо это конечно очень здорово и не всегда контрится хотя если бумага были там айсблоки все дела можно или куча заморозок можно было бы как-то бороться но сокол решил положить побольше заклинание на урон и мы видим чем это закончилось так теперь нужно обновить счет андрея так его сейчас становится 22 счет по партию становится 6 мы видим что из шести партий четвертого тура уже отыграно 3 один человек именно я вышел уже со счетом 31 из этапа но мы еще увидим двух человек победители матча и васик gpr сити кейби и и васик 93 против сайлент коллайд 2 из этих четырех игроков выйдут уже квалифицируется в плей-офф а двое отправится в пятый тур тут мы видим что сокол и драйбор уже покинули турнир с учетом 1 3 но sunset и андрей ланту выжили сохранили свою позицию в данном турнире и отправляется в пятый тур также мы возможно увидим матч басиста и кошака и проигравший опять же вылетит победитель перейдет пятый тур и тут уже будут решаться будет решаться судьба еще еще трех путевок в плей-офф напоминаю всем что те кто выходят в плей-офф уже гарантирует себе как минимум один пак качестве награды из призового фонда и что ждет дальше нас дальше надо понять кто с кем играет в плей-офф на всякий случай сообщу что плей-офф у нас будет формате full double elimination течение фунда вы просто фунду просто double elimination и финал у нас будет матча плей-офф будут best of five финал будет best of seven но победитель верхней сетки начинает ему что он 1 0 но матчу плей-офф не будут рандомизированы то есть уже заранее можно будет понять кто с кем играет а именно первое место у нас будет играть с восьмым обязательно второе место у нас будет играть с седьмым обязательно и они будут играть в разных половинах и четвертое место будет играть с пятым 3 3 будет шестым если я не ошибаюсь да именно так они будут распределены матчи по по двум половинам скажем так и левая половина правая половина и то есть мы можем сказать что-то алексей который вышел с первого места гарантируем сыграет вот в этой клеточке фон говоря а дима сыграет вот тут и они точно не пересекаются как минимум до финала верхней сетки ну или если они были то в нижней сетке это могут пересечься сожалению нельзя понять пока куда я попадаю потому что еще не все отыграли кто выйдет со счетом 31 поэтому не совсем понятно у кого там будет лучше разница так далее вот ну и чтобы все понимали первое второе место выходит со счетом 30 второе место тоже выходит со счетом 30 не как бы за счет тоже не так хорошо выступали на первой стадии получают себе в противнике тактики у нас не бывает у нас бывает 32 те кто будет за счетом 32 также у нас есть третье место как так как это как бы лучшее из тех кто вышел за счетом 31 он тоже получает себе противники оставшихся игрока 32 но четвертое и пятое место как серединке играют друг с другом поэтому уже сейчас можно посмотреть кто на кого выходит естественно непонятно пока для 32 для 31 кто как выходит но для 30 уже известно они могут термить два игрока следить за тем кто там как уступает кто на кого попадает покажет а кто на кого попадет в каком случае вот так вот к сожалению у нас нет информации по поводу вот этого матча по поводу этих двух матчей вообще никакой информации нет поэтому момент можно сказать что это все что хотели вам показать что спасибо всем кто присутствовал на этом на этих трех партиях посмотрели сегодня один матч поистов 3 всем большое спасибо